Теперь очень прицельно, непосредственно про диагностику торч-инфекций. Сера-конверсия. Сера – это от слова сыворотка, конверсия – это что-то во что-то превращается. Сера-конверсия – это очень важное событие, на котором основана реальная диагностика практически любой торч-инфекции. Это когда антител не было, вот этих самых, да? Антител не было, и антитела появились. Это называется сера-конверсия. То есть, если не было и появились, это означает что? Это означает, что произошло инфицирование, попадание инфекционного агента, и иммунную систему активировали, она выделила вот эти антитела. Вернемся к тому, что мы говорили раньше, про прямые методы диагностики. Мы их применяем как у матери, так у плода, так и у новорожденного. У матери для подтверждения инфекции, для оценки вирусной нагрузки. У плода также мы можем взять непосредственно, например, поповинную кровь или амниотическую жидкость, и посмотреть там наличие какого-либо инфекционного агента. И у новорожденного также мы можем собрать различные виды биологического материала, например, с помощью ПЦР определить там какой-то инфекционный агент. То есть, прямые методы применяются во всех трех случаях. Косвенные методы, то есть, определение антител, также применяются как у матери, так у плода, так и у новорожденного. Но так как плоду все-таки сложно во время беременности проникнуть и взять у него кровь безопасно, это, в общем-то, обычно не используется. Обычно мы используем кровь материнскую или уже диагностику после рождения. Поэтому, в общем-то, основной объект нашего исследования и нашего пристального внимания при беременности – это мама с ее кровью. И поэтому нам очень важно знать, что такое сероконверсия, и ее не пропустить. Потому что, фактически, если вы смотрите, симптомов практически нет. К плоду не залезешь, хотя у него там тоже есть свой ультразвуковый симптом. Родится он не скоро, опасность большая. Значит, нам нужно наблюдать за мамой и брать у нее кровь. И с помощью косвенных методов следить, а не произошла ли сероконверсия. Вот здесь как раз представлено, как выглядят антитела во время беременности и после. Вот обратите внимание, вот здесь плод получает материнские иммуноглобулины G. И вот, примерно, к 4, 6, 8, в общем, году их уже совсем нет. Обычно к 6 месяцу жизни плода антител материнских уже нет. Поэтому, если мы возьмем вот здесь, например, в 3 месяца у него кровь, иммуноглобулины G, мы не знаем, что это значит. Получает ли он иммуноглобулины G от мамы, иммуноглобулины M от мамы? Нет. Поэтому, если мы видим после рождения у ребенка иммуноглобулины M, это его собственные антитела иммуноглобулины M. Вот его собственные иммуноглобулины G, вот его собственные иммуноглобулины M, вот иммуноглобулины A. Это вот то, что касается общей, не так интересно. Итак, теперь возвращаемся к тому, что у беременной мы должны не пропустить терраконверсию. Значит, когда мы должны начать обследовать беременную женщину в идеале? Да, на этапе планирования беременности. Желательно, желательно до наступления беременности. Почему? Потому что беременность, она очень много уже меняет у самой женщины, в том числе в организме. Она может, вообще говоря, и пропустить. И вот эти первые осмотры. Она может даже не знать, что она беременна, и просто не дойти. Поэтому идеальная ситуация, что она приходит до наступления беременности, издаёт кровь, и мы получаем статус по всем инфекциям до наступления беременности. Почему это ещё важно? Потому что профилактика возможна до наступления беременности. Например, можно сделать прививку от краснухи. В некоторых странах можно сделать прививку от вирусоветряной оспы. И мы можем... И у нас тоже можно сделать прививку от вирусовета. Да. Ну, я говорю, не везде можно, не везде есть вакцина. Ну, то есть от... Они все об этом ещё знают. Это безусловно. Да, поэтому... И уже детально мы с вами посмотрим, как интерпретировать на том или ином сроке антитела, и что вообще, говоря, с этим делать. Ну, мы договорились, что женщина до наступления беременности пришла, она молодец, она обследовалась, мы получили статус по всем её инфекциям. И какие идеальные анализы до наступления беременности у женщины? По иммуноглобулинам М и по иммуноглобулинам G. Мне кажется, если иммуноглобулины М, то иммуноглобулины G должны... А G вот все... Вот идеальные анализы. Если иммуноглобулины G есть все, иммуноглобулинов М нет никаких, а кушер-гинеколог абсолютно спокоен. Естественно, да, если у женщины нет никаких проблем, связанных с иммунодефицитами. Потому что при иммунодефиците всё по-другому. То есть всё, что мы сегодня обсуждаем, при иммунодефиците не так. Там уже не про первичную инфекцию, там по-другому всё. Редактор субтитров А.Сёмкин